В сельском поселении Фединское состоялась очередная встреча представителей районной и местной администрации с активными жителями. Со вступительным словом выступил первый заместитель руководителя администрации Воскресенского района Дмитрий Муконин. Данные приемы населения выездные становятся доброй традицией администрации Воскресенского муниципального района. Руководство администрации, исполняющее обязанности руководителя Володников Артур Викторович, понимает всю проблематику, которая есть на территории. Почему мы и приняли решение выезжать на территорию каждого поселения, где на месте выслушивают жители, разбираться в тех проблемах и вопросах, которые есть. В сельском поселении Фединское уровень газификации достиг 95%. Построено три новых хоккейных площадки, заасфальтировано 190 метров пешеходных дорожек, а в пяти из восьми сельских клубов был проведен капитальный ремонт. Однако, судя по опросам, которые проводит общественное движение «Воскресенский край», в сфере жилищно-коммунального хозяйства остается еще немало проблем. Житель деревни Гастилово выступил сразу с тремя важными вопросами. Когда будет деревня, хороший момент. Сколько ростов у нас, у нас для всех вода плохая. И тухлая, и жилищно много, и свистенье много. Даже у кого схожи есть, в 50 лет. Вода плохая, не питьевая. И второй вопрос. У нас начали строить роги по обоим концам деревни, с обоих сторон. Глава сельского поселения Феденской Игорь Дорожкевич отметил, что чистить и выкачивать колодцы бесполезно. Единственный выход – провести центральный водопровод. Новое руководство, которое сейчас пришло, оно правильно говорит. Надо чаще входить в программу Московской области. Поэтому надо просмотреть этот вопрос. И для того, чтобы сделать центральный водопровод, надо входить в эту программу. По-другому никак не сделать. Аквасток за свои деньги не сделает, потому что у них нет инвестиционной такой составляющей. Соответственно, это первый вопрос. Записали его. Щебель на дорогах. Значит, если раньше, и вы знаете, что мы вам делали, и асфальтовые дороги, и все. Но буквально, наверное, два года назад, или даже год назад, появилось такое распоряжение, что асфальт не класть без проекта. А у нас сейчас надо на проект тратить столько же денег, чтобы сделать проект, сколько стоит дорог. Поэтому сейчас щебнем, делаем почему, потому что у нас есть еще дороги, где и щебни нет. А их 30 населенных пунктов. Перебой в подаче электроэнергии – актуальная проблема для всего Воскресенского района. Для ее решения руководство администрации работает напрямую с Министерством энергетики Московской области. Сегодня было как раз написано письмо министра энергетики Гиганова с просьбой провести совещание по вопросу электрооснабжения Воскресенского района. Потому что мы знаем проблему, действительно, право Александр правильно сказал, не только в вашем населенном пункте, а в многих населенных пунктах. Поэтому просим на уровне министерства сегодня провести совещание с МАЭСКОМ, дабы понять вообще их планы, скажем так, наладки этой работы. Действительно, потому что отключают ее часто, есть проблематика, мы ее знаем, поэтому в этом направлении работаем. Обсуждение актуальных вопросов иногда прерывалось и благодарностями от местных жителей за решение прошлых проблем. Вот за тот маленький эпизод, который мы показали с дорожкой для местных жителей. Это 70 домов в центре деревни, от церкви и до середины села. Ездят в центре люди, то есть ходили или кругом, где машины ездят, или ходили по этой крутой дороге, было очень сложно. Это маленький эпизод, но для наших вот детей в школу, то есть это зима, осень, уходить было невозможно. Огромное спасибо от всех наших жителей. Проблематика сельского поселения Фединская схожа с другими населенными пунктами нашего района. Формирование тарифов за вывоз мусора, благоустройство дворовых территорий и строительство новых дорог. Прозвучал также вопрос, касающийся Афанасьевского моста. У нас это показалось последний полтора месяца дорога жить. У нас во втором месяце стояло 4 дома. На днях идут пожары, где 200 не лежат вообще дома, а 2 безстрадали. Пожарная машина ехала очень долго. Получается, что через реку есть помощь, которую нам могут оказать, но не могут ее оказать. Первая пожарная машина приехала к нам из Харлова, потом приехала в Сюр. И только потом третья машина приехала в Воскресенск. Нам эта дорога здесь не очень необходима. Как рассказал заместитель руководителя администрации Андрей Баранов, принято решение о строительстве нового моста. А проект уже проходит госэкспертизу. Реверсивное движение по старому мосту может быть открыто после проведения ряда необходимых мероприятий, на которые в данный момент изыскивают финансирование. Волонтеры движения «Воскресенский край» фиксировали все поступающие вопросы и передавали их соответствующим органам и службам. Более частные случаи разбирались на личном приеме у заместителей руководителя администрации. Такие встречи – это возможность для граждан пообщаться с представителями власти напрямую и решить возникшую проблему, избежав лишней бюрократии. Денис Цветков, Евгений Стародубов. Новости Искровект. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова